Итак, друзья мои, всем привет! Я думаю, уже пришло время, некогда уже тянуть с этим телефоном, можно уже что-то про него рассказать. Якобы типа обзорчик. Вот, начну, наверное, с того, что мне в нем понравилось, потом расскажу то, что не понравилось, потому что, сразу забегая наперед, то, что мне не понравилось в этом телефоне больше. И начинаем! Итак, что мы получаем за 120 долларов, по крайней мере, покупал его за 120 долларов. Значит, получаем мы вполне, в принципе, неплохо так нашпигованный телефончик. Он у нас здесь 5,5 дюймовый экранчик, Full HD разрешение. Экран довольно-таки неплохой, смотрится неплохо, но хотя под углами немножко теряется, не то чтобы картинка, но теряются цвета. И это нормально, в принципе, это нормально, это во всех телефонах так. Вот, пластиковая крышка. Сбоку у нас типа алюминиевые вставочки. С правой стороны находится комбинированный слот под две сим-карты, либо сим-карту и карта расширения памяти. Качелька регулировки громкости и кнопка включения и разблокировки. Все это выполнено из алюминий, металла, не знаю, в общем, что-то металлическое. Снизу у нас находятся два отверстия под динамики. Динамик находится примерно с правой стороны, но, в принципе, ведет себя неплохо. Динамик также неплохой, вы видели в распаковке, кто не смотрел, можете посмотреть, я его включал. Ну, звук, скажем так, нормальный, нормальный. Микрофончик здесь, и здесь у нас microUSB разъем для зарядки. Левая грань полностью пустая, сверху у нас находится только слот, разъем 3,5 мм джек для подключения наушников. На задней панели у нас камера, как указывается, 16 меопикселей, вспышка и сканер. Здесь же находится дополнительный микрофончик для шумоподавления. Вот, три кнопочки сенсорные. Сверху у нас еще одна камера, как заверяет наш возраимый китайский продавец, либо производитель, 8 мегапикселей. Конечно же, это не так. И сверху уже находятся датчики. Вот, значит, что по телефону. Имеем мы неплохие характеристики. Все тесты, кстати, я вставлю в конце этого видео. 3 гигабайта оперативной памяти. Процессор 8-ядерный 6753 от Mediatek, работающий на тактовой частоте 1300 мегерц. Ну, скажем так, казалось бы, должно быть вообще обалденно работать. И в Antutu тесты показывают 37 с чем-то там тысяч баллов. Но вся фишка в том, что с этим у нас возникают уже совсем другие вопросы. К этому мы сейчас вернемся. Вот, пока рассказываю то, что мне нравится. Как я уже сказал, это экран. Что еще? Еще батарея. Батарея, в принципе, держит неплохо. То есть, двое суток можете пользоваться телефоном. Ну, если, конечно, особо не нагружать. Если вы не будете постоянно сидеть там в каких-то игрушках, либо смотреть беспрерывное видео на полной яркости, то нормально. Вот, Android 5.1 у нас здесь стоит. И, как я уже сказал, довольно-таки по характеристикам своим телефон интересный. Позвонить, посмотреть какие-то видосы, там, покрутить его. Ну, нормально. GPS, кстати, работает тоже неплохо. И с качеством связи проблем никаких нет. Сим-карты ставил, проверял. Микрофон слышно меня хорошо. И я также слышу, то есть, нормально. Этот динамик тоже работает неплохо. Вот. Теперь переходим к самому интересному. Что же с этим телефоном? Почему такой телефон с такими характеристиками стоит всего 120 долларов? Согласитесь, это неплохо. Имеет 3 гигабайта оперативки, неплохой процессор, графический адаптер Mali-T720. Тоже, казалось бы, неплохо. Но фишка в том, что телефон почему-то ведет себя, ну, скажем так, мягко говоря, ненормально. Но я сейчас буду его критиковать. Можете начинать ставить дизлайки, как в телефоне про Дуги какой-то там X5, который я раскритиковал. Там половина лайков, половина дизлайков, многие не согласились. Это мое мнение, вы можете с ним не соглашаться. Я еще раз просто, опять же, убеждаюсь в том, что пока, пока вот все телефоны Дуги, которые у меня были, я этот покупал, надеясь на то, что этот будет чем-то отличаться, и что он действительно неплохой, характеристики внушительные. Фокус, так. Вот, характеристики действительно внушительные, и я думал, что этот телефон покажет себя, ну, в полной мере, по крайней мере, производитель покажет себя в полной мере. Но что мы имеем? Мы имеем то, что сам телефон периодически подвисает. Не то, что там в каких-то сложных играх. Телефон подвисает даже, когда вы им пользуетесь. Это первый момент. Второй момент, который меня, ну, просто здесь убил на повал, это то, что здесь не работает сканер. Я как ни пытался его, этот сканер, проверить. Вся фишка в том, что когда я, кстати, вот я, видимо, сейчас вам ставлю, вы увидите, да, я специально сделал захват экрана. Я захожу в безопасность. Я выбираю, ну, ставлю, как обычно, запрашиваю там пароль, я ставлю пароль, и перехожу уже к этапу, когда нужно просто приложить палец и отсканировать. Но что происходит? Происходит то, что телефон просто наглухо зависает. Он вообще зависает и больше никак не реагирует. Какие кнопки не нажимает, там можете по экрану тыкать, ничего это не работает, потому что он просто тупо зависает. Я попытался сбросить на заводские настройки. Я попытался, залез в интернет, начал смотреть, и что я нашел на сайте FOPDA. Думаю, все знают этот отличный ресурс. Описывается, что это не у меня только проблема. Это проблема вообще с самим этим телефоном. И какую бы вы прошивку туда не ставили, а их, кстати, не так уж много, я нашел всего две. Не балуют нас разработчики или там наши уважаемые кулибины, которые делают эти прошивки на этот телефон. То есть он никому не интересен. Я, по крайней мере, я делаю такой вывод, что этот телефон никому не интересен. Последняя прошивка на него была, бог ее знает, какого-то там, по-моему, конца 15-го года, либо начало 16-го. Я пытался его перепрошить даже, скачал эту прошивку, но она, во-первых, через Flash Tool прошивок, как таковых, вообще не нашел. Нашел, которые прошиваются через Recovery, но для этого нужно было обновить Recovery. Я начал искать Recovery, обновил Recovery, давай запускать прошивку. Начала глючить прошивка, то есть не начало не запускаться, какие-то там ошибки были. Короче, намучился с этим телефоном знатно, и ничего толком не получилось. Опять же говорю, я на 4PDI посмотрел, все пишут, что, в принципе, это проблема, кто-то, у кого-то оно как-то решает, не знаю, чего это зависит. Как-то она решалась, у кого-то не решалась, но нет, у меня не удалось. Поэтому я так долго не делал обзор, я пытался все-таки как-то решить эту проблему, но ничего у меня не получилось. Короче говоря, я его так и не прошил, этот телефон, только обновил Recovery, один ставил, второй ставил, короче, ничего не помогает, прошивка не запустилась, ну, не знаю, не знаю, пускай уже будущий владелец или что делать с этим телефоном, это я придумаю, кстати. Вот, уже с ним ковыряется, потому что я, ну, вот не нашел. Дальше, что мне еще в нем не нравится, не нравится, ну, динамики, такой себе, скажем, звук средненький, начинает хрипеть там на весь, когда на весь вы включаете. Вот. Дальше, не учитывая то, что здесь такие характеристики, ребята, я просто в шоке. 38 тысяч набирает в Antutu, ну, это, кстати, ниже среднего для такого телефона, который с такими характеристиками, это показатель ниже среднего. Набирает всего 38 тысяч, но, казалось бы, даже на этом он должен работать нормально. И что мы видим? Я поставил Asphalt 8, чтобы проверить, запустил его на ультра настройках, и просто был в шоке. Он просто тормозит. Он жутко тормозит. Я поставил на средние настройки, играбельно, но все равно он тормозит. И только на минимальных настройках, и в конце видео я вам приложу запись этого, моего катания, скажем так, да, только на минимальных настройках можно играть на этом телефоне. Что это вообще? Я не понимаю. Ну, что с ним не так? Реально, я грешу, конечно, все-таки на то, что это такая прошивка, потому что другого объяснения у меня этому нет. Здесь стоит неплохой процессор, здесь 3 байта оперативной памяти, здесь неплохой графический адаптер. Он должен, это асфальт, просто на максимальных, даже не задумываясь, вот так, не замечая никаких вообще проблем, должен идти, должен играться. Поэтому я скорее всего грешу на эту прошивку. Хотя, опять же, когда я последний раз заходил по ссылке, посмотреть, думаю, что же там продавца, такого написано, может почитаю, что-нибудь поподробнее, или там с продавцом как-то свяжусь. Я захожу на эту ссылочку, а телефона уже нет. То есть, после того, как я его купил, там может еще пару, чтобы было, эти телефоны пропали. Я так подозреваю, что их больше, наверное, не будет. Серия все-таки, ну, скажем, мягко говоря, не очень, никакой поддержки по этим телефонам нет, никаких прошивок не выпускается. Есть обновление по WhatApp, которое пишет, что, вот я вам покажу сейчас, что я пользуюсь последней версией, и это обновление еще за декабрь, не, не за декабрь, это, вру, за июнь 2016 года последнее обновление какое-то было. Где у нас обновление? О телефоне, обновление ПК, ой, ПО. Вот, поиск обновлений. Вы используете последнюю версию. Ну, вот, как-то так, ребята. А версия здесь 2016 года. Вот, поэтому, по этому телефончику, да, про камеры. Камера работает. Это уже хороший показатель, камера работает, но, 16 миопикселей показывает и в Antutu, и продавец пишет 16, здесь пишет 8 миопикселей, ну, это просто бред, честно говоря. Я поделал фотки, походил, попытался повыжимать с этой камеры, поставил на максимум, там, и видео снял. В общем, пришел домой, ну, на телефоне картинка смотришь, нормально. Вроде, четенько все красиво, но, когда приходишь домой, подключаешь, сбрасываешь фотки на ПК, открываешь на большом экране, и ты понимаешь, что 8, максимум. Максимум 8 миопикселей здесь камера, но, не знаю. Единственное, что мне в этой камере нравится, это неплохая цветопередача, там будет фоточка такая, там, где я сфоткал, увидите, на стенке будут нарисованы разноцветные, давайте, сейчас, наверное, вставлю фотки, разноцветные всякие зверюшки, да, и, в принципе, цветопередача неплохая, листва там, желтые, красиво, все, ну, с этим проблем нет, но фотки не четкие, фотки не четкие, и вы это можете видеть, ну, вам еще, он еще с пережатым будет, поэтому будет еще хуже, вот, никаких 16 миопикселей, конечно, речи не идет, поэтому, ну, вот, как-то так. Рейки я сказал, в принципе, на двое суток, если не особо, конечно, его использовать, то можете его пользоваться, вот, а так, ну, кто там писал комментарий, кирпич кирпичом, ну, в принципе, да, я его, когда распаковку взял, ну, вроде как, такой, знаете, обычно, дуги телефоны, их скругляют, там, вот эти, немножко такие, срезанные углы, здесь они сделали, такие острые, прям, весь такой строгий, да, типа, чуть бы не бизнес-класс, что ли, а-ля, вот, разочаровал, меня этот телефон разочаровал, хотя я, в принципе, все-таки, я надеялся, когда покупал его, что дуги покажет мне, какой-то уровень, все-таки 120 долларов, но, мягко говоря, что-то я как-то разочарован, вот, ребята, давайте дальше, наверное, уже не буду я больше про него ничего рассказывать, вот, в целом, телефон, если звонить, ходить, смотреть видео, там, посерфить в интернете, с этим никаких проблем не будет, GPS подключить, там, навигатор забросить, нормально, будет работать, ну, в принципе, он покрывает, скажем, 80% потребностей, до обычного телефона, если же вы любите на телефоне зайти, там, какие-то игрушки покатать, там, еще что-то, то, ребята, вам нужно будет все-таки искать какую-то прошивку, искать какую-то кулибину, который придумал ее, и шить этот телефон, по-другому, я, опять же, решу только на прошивку, потому что, по железу, здесь у меня вопросов нет, поэтому, вопрос только к прошивке, да, еще по поводу, чего, языки, здесь плохо переведено меню, как видите, много непереведенных у нас, вот, например, даже настройки сканера, и так далее, и так далее, и так далее, много непереведенных меню, то есть, сама прошивка, само обновление, оно не поддерживается никак, вот, ну, давайте, наверное, теперь заключение, что заключение, что понравилось, не понравилось, понравилось то, что, в принципе, неплохой экран, сносный, Full HD разрешение, мультитач, кстати, на 5 касаний, неплохие результаты, в тестах, он выдает этот телефон, не понравилось, как я уже сказал, что, несмотря на эти результаты, телефон себя ведет, очень-очень отвратительно, вот, нерабочий сканер, подвисание постоянно, и то, что на нем не идут, не идут, вернее, плохо идут, даже такие игры, как Asphalt, хотя она, в принципе, ну, довольно-таки емкая, но для этого железа, она должна идти, просто отлично, вот, и мое, мое, мое заключение, 120 долларов, ребята, это завышенная цена этого телефона, основные его преимущества, это его железо, и комплектация, кто смотрел в распаковке, вы можете увидеть ее комплектацию, она неплохая, плюс чехол, там пленочка в подарок, вот, но 120 долларов, это слишком много, его цена, максимум 80 долларов, вот, максимум, это мое впечатление, максимум 80 долларов, это телефон, даже, наверное, за 80 долларов, у меня телефоны были, которые намного интереснее, вот этого, скажем, с позволения, вашего кирпичика, ребята, я на этом заканчиваю обзор, дальше я вам покажу тесты, и то, как, как на нем, почти идет, игра Asphalt 8, спасибо всем за внимание, кому понравилось видео, ставим лайк, кто со мной не согласен, вы знаете, что делать, можете ставить дизлайки, вот, в любом случае, спасибо вам за внимание, спасибо за просмотр, ребята, всем пока. Боже, как же долго он загружается, а? Покажи нам, кто ты можешь. Как он туго реагирует, совсем. Не закрывает динамик, короче, как-то он очень, очень туго и медленно реагирует на поворот. Очень медленно. Кажется, ему не хватает мозгов. Блин. Сообразить. Когда телефон повернул, нужно поворачивать уже. Подвис. Отвис. Опять завис. По тронкам езжу. Короче, все, ребята, извините, конечно, но это просто невозможно, это нереально. Грать так, просто, невозможно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Максимальный зум, четырехкратный. Четырехкратный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok